Добрый вечер, в эфире Вести, Карачаево, Черкесия. В студии Ярослав Щекланов. Реабилитация на дому. В республике действует социальная программа, которая дает возможность устроить детям с ограниченными возможностями здоровья микро-реабилитационный центр прямо у себя дома. В рамках ее реализации 140 семей смогут обучиться правильному пользованию специальным медицинским оборудованием и заодно подлечить здоровье детей. О том, что предусматривает данная программа, узнавала Фатима Даурова. Аул Псаучедахе Хабесского района. Взнойный полдень на улице никого. Все прячутся от жары, но в семье у Нароковых витает атмосфера ожидания важных гостей, которые пришли не с пустыми руками. На встречу к ним выходит Аскер. В свои 16 лет он может передвигаться только с помощью других людей. Детский церебральный паралич – диагноз, который забрал у ребенка, его здоровье и шанс на задорное детство, как у его сверстников. Ему сложно контролировать движение и удерживать позу. Улучшить качество жизни ему помогут постоянные занятия лечебной физкультурой и специальное медицинское оборудование, которое сегодня принесли работники реабилитационного центра для детей с ограниченными возможностями здоровья «Росинка». Привезли вам оборудование. Оборудование приобретено за счет гранта детского фонда российского. Оборудование вам дается на время, абсолютно бесплатно. Единственная просьба – пользоваться им по благо ребенка и вернуть нам в сохранности. Арсен Ионов, инструктор ЛФК, давно работает с особенными детьми. И с Аскером у них сразу же сложились доверительные отношения. Инструкторы-подопечные слаженно выполняют лечебные и физические упражнения, и, судя по улыбке Аскера, они ему по душе. Сегодня у них особая программа. Им нужно освоить упражнения в нейроортопедическом пневмокостюме «Атлант», который является одним из последних достижений в отечественной промышленности в области медицины. Свойства костюма создают антигравитационные механизмы для работы мышц, восстанавливает их тонус и увеличивает силовые качества. Он может одеваться и применяться для пациентов в лежачем положении. Мы видим автоматически уже нога прямая. Это я только до бедра зафиксировал шнурок. А если мы полностью зафиксируем, до конца завяжем, сейчас посмотрим, уже нога будет прямая. Это уже результат автоматический. Просто даже ребёнку ничего не надо делать. Для Аскера примерять такой наряд в новинку. Поэтому опытный инструктор следит за настроением и состоянием ребёнка, каждый раз спрашивая о его самочувствии. Аскер, не туго, не больно нигде? Нет. Всё зажимает нормально, в меру, да? Если что-то больно, ты сразу скажи, хорошо, мы здесь расслабим или здесь расслабим. Полетим в космос? Да. Костюм в виде плотно облегающего комбинезона снабжён натяжными устройствами и надувными трубчатыми камерами, расположенными вдоль конечностей и туловища. Весь процесс действительно напоминает тренировки космонавтов перед полётом в космос. И пошёл процесс надувания здесь. Видите, уже нога выпрямляется. И здесь очень большой эффект. Достигнутый таким образом корсет обеспечивает удержание вертикальной позы и корректирует правильную осанку. Уже практически выпрямилась сёла и стоит на ногах сам, самостоятельно. Молодец. Теперь вяжем и отдохнём. Аскер, ложись и отдохни. Программа реабилитации на дому сможет предоставить возможность десяткам таких ребят, как Аскер, получить нужную физиотерапию и лечение дома. Ты доволен? Да. На определённый срок семям на пользование будут предоставлены пневмокостюм, тренажёр для мышц кисти и пальцев и магнитотерапевтический аппарат «Алмак-1». Оборудование будет в семьях по очереди. Это очень большой подспорь для семей, очень большая помощь к нам. Если дети занимаются дома, то они к нам будут приходить более раскрепощённые, незажатые. Это очень хорошее дело для всех нас и для наших детей. Особое состояние Аскера, конечно же, отразилось на жизни всей семьи. 16 лет они борются за здоровье своего мальчика. Их главная цель – сделать его счастливым. И регулярные занятия лечебной физкультурой – важный компонент этого состояния. Фатима Дурова, Расул Бердеев, Вести, Карачаево-Черкесия, Хабецкий район. В прокуратуре Карачаево-Черкесии провели пресс-конференцию в сфере противодействия коррупции. В работе приняли участие представители ОНФ, Общественная палата Республиканского объединения профсоюзов, а также Управление главы правительства региона. Старший помощник прокурора Радмир Баташев рассказал, что за 6 месяцев текущего года выявлено около 3000 нарушений законодательства в данной сфере. По материалам прокурорских проверок возбуждено и расследуется 13 уголовных дел коррупционной направленности. По итогам состоявшегося обсуждения определены меры, способствующие укреплению взаимодействия с общественностью и повышению эффективности работы в сфере противодействия коррупции. Урганами прокуратуры в первом полугодии текущего года выявлено в 4 раза больше нарушений в сфере о закупках товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд, в сфере о предоставлении государственных и муниципальных услуг, о государственном и муниципальном контроле. Выявлялись нарушения антикоррупционных законодательств в действиях чиновников республиканского ранга, должностных лиц органов, местного самоуправления, как предоставление недостоверностей, недекларирования доходов, непринятия надлежащих мер в целях недопущения возможности возникновения конфликта интересов. На сегодняшний день, наверное, то, что цифры, которые были озвучены, то, что идет такой рост, да, вот такого вида нарушений именно в этом направлении, с одной стороны, наверное, надо сказать, что это рост выявляемости, как любят у нас говорить, да, то есть это повышение компетентности правоохранительных органов, которые занимаются именно в этой сфере. Сегодня в Общественной палате Карачаево-Черкесии состоялось подписание соглашения о сотрудничестве и взаимодействии между Общественной палатой республики и Общественными советами муниципальных районов и городских округов. Соглашение подписано в целях обеспечения наблюдения за проведением голосования при проведении выборов депутатов Государственной Думы 8-го созыва, проведении выборов в органы государственной власти, органы местного самоуправления, подсчета голосов и установлением его итогов. Стороны намерены развивать партнерские отношения и объединить усилия для реализации прав граждан на участие в наблюдении при проведении выборов. Во-первых, это соглашение в первую очередь нацелено на прозрачность выборов. Ведь общественные наблюдатели были делегированы именно Общественными советами. Поэтому во многом работа наших наблюдателей, их качественная работа, зависит не только от Общественной палаты именно Карачаева-Черкесии, но и от работы Общественных советов. Поэтому мы сегодня поработаем с председателем. Сегодня у нас помимо подписания соглашения будет еще небольшой семинар, работа по качественной работе, соответственно, Общественных советов. И по информации Оперштаба, сегодня в Карачаево-Черкесии выявлено 56 новых случаев заражения коронавирусной инфекцией. С начала пандемии общее количество заболевших в республике составило 23 066 человек. Из них 20 931 выздоровел, 724 человека госпитализированы. Сейчас настало время прогноза погоды, а после мы продолжим выпуск. По Карачаево-Черкесии коротковременный дождь и гроза. В отдельных районах сильный дождь в сочетании с грозой, градом и шквалом 20-25 метров в секунду. Ветер северный 5-10 метров в секунду. При городе порывы 15-18 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 14, плюс 19. В горах местами плюс 7, плюс 12. Днем плюс 24, плюс 29. В горах местами плюс 17, плюс 22 градусов. Черкесский грозовой дождь. Ветер северный 5-10 метров в секунду. Температура воздуха ночью плюс 17, плюс 19. Днем плюс 27, плюс 29 градусов. Продолжаем выпуск. Помогаем, познаем, рассказываем и дружим. Вот уже несколько дней участники межнационального волонтерского проекта «Маяки дружбы» башни Кавказа находятся в Карачаево-Черкесии и проводят различные экологические акции. Волонтеры провели уборку на территориях Астрофизической обсерватории и Нижней Архыского Оландского городища. Подробнее о проекте Алихан Лепшоков. Основная цель международного волонтерского проекта «Маяки дружбы башни Кавказа» это укрепление межнационального согласия через общественно полезный труд. Здесь, на территории Северного храма, волонтеры проводят уборку. Так, одно из направлений этого проекта – проведение экологических акций на территории памятников истории нашей страны. Часто те, кто посещает эти места, оставляют за собой много мусора. Поэтому, как уверяют сами волонтеры, необходимо проводить такие экологические акции. Помимо этого, участники проекта знакомятся с культурой и достопримечательностями нашей республики. Идея была очень простая. Идея – найти межнациональное согласие посредством взаимодействия. Ну, то есть, мы вывели для нас оптимальную формулу – помогать, познавать, рассказывать, дружить. То есть, помогать – это вот, видите, ребята работают своими руками, это помощные места. То есть, я человек из Москвы, у нас есть из Самары, из Калининграда. Они приехали сюда, в Карачаево-Черкесию, для того, чтобы своими руками принести пользу людям, которые живут здесь. Вторая часть – это познавать. То есть, мы знакомимся с историей региона, мы знакомимся с культурой народа, для того, чтобы лучше узнать своих соседей. Этот проект сближает представителей разных национальностей. Волонтерский проект «Мояки и дружбы» башни Кавказа уже существует три года. За это время волонтеры сдружились, а некоторые создали семьи. Это, безусловно, является важным в плане развития международного согласия в среде молодежи. Для волонтеров он достаточно значим, так как здесь не только мы проводим экологические акции, прокладываем тропы. Сегодня, например, отчастили территорию от, можно сказать, сорняка здесь. Ну и также очень важно – это знакомство среди молодежи разных регионов. И тогда, когда после этого знакомства уже становятся друзьями, это на опыте прошлых лет в проектах, я сам первый раз. Друзьями становятся, ездят друг к другу в гости, дружат с семьями. Это практика достаточно позитивная. Мы посещали музей, то есть национального костюма карачаево-черкесского. То есть много всего нового узнали. Ходим на экскурсии, посещаем различные акции тоже. Мы, ребята с разных регионов Российской Федерации, мы общаемся между собой, делимся традициями, культурой. То есть вместе делаем добрые дела. То есть мы убираемся, опять же, где-то работаем тоже так же на памятниках. То есть там убираем мусор, например, лишнюю траву, что-то моем. И мы это все делаем вместе. После проведения экологических мероприятий ребята отправятся в Ингушетию, где также проведут уборку территории у исторической башни Бишт. А завершающий этап пройдет в Дагестане, где уже соберутся все участники данного проекта. Алихан Лепшоков, Мухаммед Ашибоков, Вести Карачаева, Черкесия, Нижний Архыз. В Центре развития предпринимательства на улице Горького, 8, проходит меховая выставка продажа «Снежка». Будет проходить только до 15 августа включительно. О представленном ассортименте и цене расскажет Альвина Ламкова. Меховая выставка продажа «Снежка» проходит в Центре развития предпринимательства «Черкеска» на улице Горького, 8. На ней представлен большой выбор шуб на любой вкус и цвет. Жители и гости города Черкесск, рады вам сообщить, что мы привезли огромный выбор норковых шуб сезона 2022 года. Различных фасонов, длины от классических моделей до ультрасовременных. От 40-го размера до 66-го. Условия покупки на выставке-продаже идеальны. Для приобретения у нас идеальные условия. Наши каждые изделия можно приобрести в рассрочку от 6 месяцев до 36 месяцев, то есть до 3 лет. Без переплаты, без первого взноса, без дополнительных страховок. Для этого нужен только паспорт и 20 минут вашего времени, и шубка ваша. При покупке любой норковой шубы мы дарим меховой жилет из песца в подарок. Каждому покупателю, причем на выбор. Пользуется спросом у покупателей шубы-трансформеры. Для получения необходимой модели нужно отстегнуть подол и рукав. Очень легко расстегивается. Длинный рукав превращается в короткий. То есть у нас получаются 4 разные шубы. Длинная шуба с длинным рукавом, длинная шуба с коротким рукавом, короткая шуба с длинным рукавом и короткая шуба с коротким рукавом. Ещё прекрасная модель, пользующаяся спросом, в цвете графит. Вот такая шубка обойдётся 3 600 в месяц. Также у нас при покупке за наличный расчёт существенные скидки. Представленный ассортимент действительно превосходит все ожидания. Выставка проходит только по 15 августа включительно в Центре развития предпринимательства Черкеска на улице Горького, 8. Часы работы с 9 утра до 8 вечера. Все дни выставки доступна рассрочка на 3 года без первого взноса и переплаты. Плюс меховой жилет в подарок. Альбина Ламкова, Али Бастанов, Вести Карачаева, Черкесия. Это все Вести. Прямо сейчас продолжение сериала «Вместе навсегда».